Железноделательное ремесло и кузнечество Да, в 14-м году нам очень повезло, поскольку нам удалось действительно найти целую сиродотную печь. Ее уникасть была в том, что действительно она была полностью вырезана из земли. И те, кто приедет к нам на Куликово поле в Маховое, в наш музейный комплекс Куликовской битвы, там в одном из залов, посвященном археологии, эта печь представлена. И действительно, когда мы эту печь исследовали, нам стало понятно, все детали связаны с железноделательным ремеслом на Куликовом поле. Куликово поле, хотя, конечно, мощных престорождений с железной рудой на Куликовом поле нет, тем не менее, вот этих линз руды, железной руды, бурых железников, так называемых, если братьте логические терминологии, их хватало им для того, чтобы плавить металл, получать металл, и, собственно говоря, изготавливать тот необходимый, нехитрый, сельскохозяйственный инвентарь, который использовали местные жители в своей жизни на Куликовом поле. Надо сказать о том, что прицесс был достаточно примитивный. Вот сама печечка, она была очень небольшая, эта высота 70 сантиметров в диаметре на 50 сантиметров, выглядел объем 0,03 кубических метра, то есть, выглядел объем был очень маленький. В верхнее отверстие этой, почему он был такой маленький? Вот только в таком объеме, при тех примитивных механизмах, которые использовал древний металл, они могли получить ту температуру, при которой проходил химический процесс восстановления железа из руды. Поэтому, а какие эти были механизмы? Только воздуходованные меха, с помощью которых нагнетали внутренний воздух, обогащали внутренний процесс горения кислородом, и получали те самые 1200-1300 градусов, при которых происходит восстановление железа из руды. Вот сама печи имела вот такой вид с глиняным стаканом, она имела два отверстия. В верхнем отверстие металлург загружал шахту, то есть смесь древесного угля и дробленой железной руды, а снизу было тоже отверстие, которое на момент плавки закрывалось такой глиняной заслонкой ледкой, которых вот мы тоже находим в процессе, облопки которых мы тоже находим в процессе наших исследований. Вот в нижнее отверстие вставлялся сопло, подводились водокодованные меха, и шел сам процесс. То есть вот в течение пяти-восьми часов подмастерия сменяют друг друга, постоянно качали воздух вот в эту печку, чтобы получить ком, губчатый ком железа, так называемую корицу, весом 6-7 килограмм. Но эти 6-7 килограмм, у них было только всего лишь 2-3 килограмма железа. То есть все остальное это был шелак. То есть вот такой кустарно-примитивный процесс был в то время. То есть когда вынимали из нижнего отверстия этот курицу, этот ком железа, в дальнейшем кузнец должен был его долго-долго проколывать, используя, опять-таки, в кузнечных горных достаточно высокую температуру, чтобы получить чистое железо. То есть чтобы отжать шелак механическим способом от чистого железа, чтобы потом это можно было бы использовать уже непосредственно в кузнечной ковке. Машу вопрос, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а вот сколько раз он использовал гончарный ком, а сколько культургических, примерно? Ну, мы знаем, что они были многоразовые. Поскольку действительно это были не кирпичные, так сказать, горные, а это были глинобитные горные, по крайней мере, те материалы, которые мы получили в ходе раскопок на селище, где был найден целый гончарный горн, он используется минимум 10-15 раз. То есть тот объем шлака, который мы нашли в этой постройке, в которой находился сам горн, а по объему шлака мы можем получить количество плавок, которое произошло в этом горле, то, естественно, используют порядка 10-15 раз. Точнее мы сказать не можем, потому что, ну, это просто не подается подсчетам. Сколько используется гончарный горн, сказать, тоже тяжело, поскольку действительно тоже используется не один раз, но мне кажется, все-таки, судя по температурам, которые получались, все-таки, так сказать, гончарный горн используется в более количество раз, чем железоделательный, поскольку для обжига посуды нужны были температуры порядка 300-400 градусов, намного меньше, чем те температуры, которые должны были выдерживать металлургический горн во время процесса плавки железа. Естественно, процесс разрушения конструкции сродутного горна происходил намного быстрее, чем те, так сказать, процессы, которые проходили, разрушительные процессы, которые проходили непосредственно в гончарно-горных. Ну вот перед нами, так сказать, те образцы металлургии, которые получали металлурги в конечном результате своих плавок, но это не тот ком железа, который вынимали из печи. Вот эти вещи, которые мы с вами видим, эти критцы, так называли, название товарные. Почему товарные? Потому что эти критцы продавали. То есть то, что шло непосредственно для кузнецов, они могли иметь самую разнообразную форму. А вот для тех критц, которые были продавлены на торговле, которые продавались проезжим кузцам, им придавали такую стандартную, прям под прямоугольную форму лепешечки. Она была весом примерно 3,5 килограмма. Они были достаточно стандартные. И вот такими лепешками торговали, действительно, которые, ну, сами понимаете, железо было достаточно тоже дорогим продуктом, поскольку оно требовало очень больших затрат и человеческих, и физических, и, так сказать, сырьевых, с тем, чтобы вот в тот период времени получить это железо. Ну, вот кричный молоток. Это очень должна быть, знаете, была интересная находка. С помощью этого кричного молотка получали достаточно большую прибавку железа к той критце, которую вынимали из печи. Дело все в том, что люди были не дураки, и они действительно ценили свой труд в свое время. И когда они вынимали критцу, то и выгребали шлак, который получался в процессе плавки, то в этом шлаке оказывалось достаточно много неустановленного железа. Вот с помощью такого кричного молотка шлак дробили, выбирали конкретно железо из этого шлака и тоже пускали в переплавку, в переделку, с тем, чтобы получить еще прибавку железа к этой основной продукции. Надо сказать о том, что... Как происходила обработка железа на Куликовом поле? Какие использовали методы приема местной кузнецы? Все это нам позволяет сделать наука металлография. Наука, которая позволяет нам по структуре металла, сохранившись в самих изделиях, в средневековых изделиях, понять, какие технологические схемы использовали кузнецы в то время. Поэтому, вот как оказалось, что наши кузнецы, кузнецы Куликового поля, достаточно бережливо относились к стали, поскольку производство было делом трудоемким, хорошая сталь была очень редким, дорогим металлом, поэтому, как сейчас, скажем, такие изделия, как ножи, не делались целиком из стали. А стали использованы только на режущую кромку. То есть кузнецы Куликового поля хорошо были знакомы с процессами стварки. То есть они для основной массы самого тела ножа использовали железо, и только для режущей поверхности на режущую кромку наваривали стальную полосу, с тем, чтобы только стальная полоса использовалась, использовала свои механические свойства, как для режущей кромки. Надо сказать о том, что действительно кузнецы Куликового поля были знакомы с таким приемом обработки металл, как цементация, когда несколько железных предметов, которым требовалась сталистская поверхность, связывали вместе, помещали в обыкновенный горшок, этот горшок засыпали толченым древесным углем, и такой горшок запечатывали и ставили в металлургический или кузнечный горд, и долго-долго, опять-таки, в течение 5-8 часов поддерживали в него высокую температуру. Вот в ходе этого процесса, вот что-то называют цементацией, из древесного угля углерод дефундировал в поверхности железа, и на поверхности железа образовалась сталистая корка, которая действительно, вот такой средневековый предмет также использовала кузнецы Куликового поля. Для каких предметов? Вы знаете, для самых разных. В основном, конечно, цементация использовалась для предметов, которые имели небольшую площадь. Ну, скажем, такие, как ножи, для, скажем, таких крупных, как, скажем, серпы, как топоры, косы, там все-таки использовались сварные технологии. А вот для таких, в основном, конечно, использовались для небольших ножей цементацию. То есть там, где небольшая площадь, потому что, как правило, и топоры, и серпа не имели достаточно большие размеры, и не каждый горшок мог подходить под такой технологический прием. Но изучая могильники Куликового поля, мы очень многое подчеркнули из себя для того, чтобы понять, как выглядели люди Куликового поля в средневековье того периода времени. Надо сказать о том, что действительно, изучая могильники Куликового поля того времени, с помощью науки антропологии нам удалось достаточно много проникнуть в тайны того, не только погребального обряда, но и, собственно, духовного мира того времени. А как оказалось, что все практически пять рутовых могильников, которые мы нашли на Куликовом поле, оказались все безинвентарные. То есть они уже были похоронены по православному обряду. Головой на запад, руки скрещены в районе живота и не имеющие инвентаря. То есть по православным канонам того времени ничего нетленного, даже металлические кресты меняли на деревянные, ничего захоронить Богу нельзя. То есть уже к середине 13 века мы сталкиваемся с тем, что население наше, которое было на Куликовом поле, оно уже было христианизировано. Оно уже исповедовало православную религию. Но, тем не менее, были очень достаточно сильны языческие пережитки. В чем они проявлялись? Ну, в качестве, естественно, мы можем посмотреть по погребальному обряду. Дело все в том, что в части могил были обожженные стетки. То есть кострищем заранее обрабатывали могилу этот вот языческий пережиток. Иногда сохранялись пережитки, постановки в могилу ритуальной пищи. Иногда посыпали, так сказать, сами погребальные колоды угольками. Иногда, небольшое количество встречается и, собственно, сам погребальный инвентарь. Ну, очень интересное погребение было сделано на Дону, недалеко от Уфти Речки Сукромной. На средневековом могильнике мы нашли, пожалуй, наиболее старые древние погребения, сохранившиеся на Куликовом поле. Я хотел бы сказать о том, что все эти могильники были уже бескурганны. То есть насыпи над могилами уже в то время не делали на Куликовом поле. Но, тем не менее, одно погребение пожилой женщины мы нашли с полным, так сказать, классическим набором языческих женских украшений. Так называемое, вот они здесь представлены, с полным набором вятческого инвентаря. То есть находки вот этого комплекса погребального инвентаря вкупе с другими находками, которые были сделаны на других частях Куликовой войны, на поселеческих памятниках и на погребальных памятниках Куликового поля, позволено сделать достаточно уверенный вывод о том, что здесь, на Куликово поле, пришли вятичи. Вот, потомки племени вятичи, которые сохранились в виде решетчатых перстей, в виде символопастных подвесок, в виде, так сказать, проволочных браслетов, они принесли с собой материальную культуру, те стандартные женские украшения, которые были характерны для племенного союза вятичи. То есть не Кривичи, не какие-то другие инфильтраты, которые могли приходить на Куликово поле с других территорий. Но, вот, опять-таки, не ордынцы, это не какие-то тюрки-кочевники, это были наши с вами славяне, это были действительно вятичи, которые, которые сохранились, так сказать, свою традиционную женскую, так сказать, статус украшений, с тем, чтобы действительно вот это все сохранялось, в том числе и на Куликовом поле. Как раз вы доселе, там монеты были? Монет там не было, но, тем не менее, это, скорее всего, был домонгольский могильник. Думангольский? Нет, скорее всего, не 12-й, попозже. Это, скорее всего, с первого половины середины 13-го века был могильник. Но и другие могильники, которые нам встречают на Куликовом поле, они также имеют примерно такую же датировку. И тот же самый набор украшений. Но наиболее исследован на территории Куликового поля могильник в деревне Исаковские мыселки, где было обнаружено более 500 погребений. Ну вот, можете себе представить, что было выкопано более 500 могил, и только лишь 11 предметов было обнаружено из погребального дворя этого могильника. То есть... Да? Да. Дело все в том, что, объясню, одна была, одна, так сказать, семиопластная подвеска была в качестве погребального удара, она рядышком лежала. Были две на висках, и одна рядышком лежала, как в качестве такого погребального удара. Ну и надо сказать, что вот очень интересно было планировать этого могильника. Вот 500 могил, конечно же, наибольшая концентрация могил была в центре самого грунтового могильника. И в самом центре находилась округа Петра, примерно диаметром 10 метров, как археология предполагает, там находилась часовня. Небольшая часовня православная, в которой проходило отпевание покойников на территории этого кладбища. Ну и, конечно же, ярким прямым свидетельством того, что действительно это население уже было хронизировано, это вот находки нательных православных крестов. Их достаточно много. Мы находим во время раскопок на территории... То есть, опять-таки, не в могилах, повторяю, а именно на территории поселений. Вот, и, так сказать, нагрудных иконок, и, так сказать, различных типов крестов. Они хорошо все укладываются в середине 13-го по даже начало 15-го века. То есть, в ту эпоху бытования, селищ, которую мы застигаем, Куликово поле, на эту эпоху. Ну и, конечно же, наука антропология позволяла нам установить внешний облик людей того времени, которые жили на Куликовом поле. Это вот такая вот графическая реконструкция по остаткам череп-черепов, мужчин и женщин, Куликово поле, которое вот мы... Также расположена на территории музейного комплекса Куликовской битвы в деревне Муховое. Надо сказать о том, что антропология дала достаточно много интересных материалов, рассказывающих нам о том, что же это были за люди. Это были люди невысокие, примерно 170-170 сантиметров, средний рост. Это были люди достаточно коленастого телосложения. Подождите, жизнь была очень невысокая, примерно 40 лет. Надо сказать о том, что, если мы возьмем в половом отношении, то примерно количество погребенных мужчин и женщин равно. Это говорит о том, что действительно, скажем, какой-то определенной разницы в возрастном отношении между мужчинами и женщинами в то время не существовало. Надо сказать о том, что действительно, судя по сработанности зубов, основной пищей была грубая растительная пища. То есть в основном это был, так сказать, грубо помолотый хлеб. Надо сказать о том, что действительно не хватало в костях, при исследовании костей не хватало очень много микроэлементов, необходимых для нормального человеческого развития, современного человека, в современном понимании слова. Поэтому, естественно, этих микроэлементов не хватало. Есть признаки того, что недоедали. То есть порой не хватало пищи. Судя по костным останкам, люди очень часто болели ревматоидными заболеваниями суставов. Но в отнесаповских вызывах было найдено, так сказать, четыре срокшихся позвонка. Можете представить, как мучился человек, который был обладателем вот этого скелета. То есть жизнь была достаточно суровая и непредизвестительная. Полна, так сказать, всяких разных болезней. И действительно отсутствие медицинской помощи сказалось на высокой смертности. Неликовой секрет, что в среднем, в средневековье, женщина за свою дезородную жизнь было примерно 10 родов. Из этих 10 рождавшихся детей примерно трое умирало в возрасте до одного года. Еще два умирало в возрасте до пяти лет. То есть деженская смертность была действительно очень высока. Надо сказать о том, что это же то, что мы, когда исследовали наше погребение с грунтовых могильников, оказалось, что часть этих погребений несет среды наследственной смерти. Ну вот на Устинском грунтовом могильнике мы нашли парня погребения, у которых кости, так сказать, ладони были, так сказать, внахлёст друг на друга положены. Но Ромео Джульетта, вы как студенты, Ромео Джульетта, ничего подобного. Оказалось, два парня по 18 лет. И шейные позвонки срезаны с саблей. То есть головы были отделены от туловища. Что случилось за трагедия, конечно, мы не можем сказать. Но то, что они умерли вот такой, так сказать, ужасной смертью, это действительно факт. Мы еще нашли, там же, так сказать, на Устинском комплексе, нашли еще одно, так сказать, погребение мужчины. Ну, не даже не погребение. В зерновой яме был случайно конкурсный скидать молодого мужчины. То есть, видимо, вот к нулю копьем, он туда, в эту зерновую яму, бедолагу, упал, там и так остался в этой яме лежать. То есть жизнь их была не просто, так сказать, связана еще с бытовыми всякими проблемами, но и вот пограничный кочевой мир также накладывался отпечаток на их жизнь. Ну, и несколько слов о торговых связях того времени. Надо сказать о том, что Куликовский, Куликовский, находилась на пересечении сухоплодных и водных трасс средневековья того периода времени. Но и случайно Епифаль возникла там, где сейчас она возникла, поскольку именно в Епифале находился пересечник двух очень интересных дорог, которые располагаются в меридиандальном и широком направлении. Вот в меридиандальном направлении шла дорога с севера, ну, скажем так, если мы берем уже эпоху Золотой Орды, из Москвы шла дорога в Орду, вот именно вот, так сказать, через Венев, дальше на юг, на Старый Донков и на Елец, она здесь раздвоялась около Епифании. А в широком направлении дорога шла из Михайлова на Адоев, Белев и дальше, так сказать, дальше на запад, другие земли. Это то, что касается сухоплодных трасс. И яркий путь, так сказать, был и водный путь, который также нам известен на территории Куликового поля. С Верховной в Прони, вот, Верховной в Прони, вот эта речка Пронь, торговые караваны по ранней весне, когда была вода, наиболее высокий уровень имела, тавой воды, Волоком, из Верховной в Прони, так сказать, на телегах небольшие суда и грузы переправляли на речку Мокрой Табу. По Мокрой Табу сплавляли вот эти, так сказать, суда и товары уже в Дон и уже по Дону в Волоком, более дальше. То есть, существовало и такой путь, получив, что назвали Донского торгового пути. Именно по этому пути плыли по московским караван с епископом Кименом в Царьград в 1389 году. То есть, вот эти торговые пути хорошо иллюстрируются целым комплексом находок, которые мы находим в качестве их кладов и в качестве, так сказать, предметов импорта, которые мы находим на территории наших поселений. Ну, это самый известный клад на территорию Тульской области. Он хранится в вооруженной палате. Как показали наши исследования, этот клад был найден у села деревни Кресты на водоразделе реки Красиво-Мечи и Дона. Это примерно буквально в нескольких километрах к югу от места сражения. То есть, вот тогда мы на разделе видимо шел еще одна какая-то караванная тропа, где этот клад был зарыт и был найден в 80-х годах 19 века местными крестьянами. Представляете, какие украшения везли тогда через Куликово поле. Ну, и, собственно говоря, набор тех украшений, которые, тех предметов, которые были импортными на территории Куликово поле. Ну, понятно, что золотарзинское серебро, серебряные монеты, один из главных, так сказать, и наиболее желательная находка археологов на местах своих раскопок, поскольку эти монеты имеют четкие даты, они имеют, так сказать, на них также изображены места чекана, то есть, эти монеты являются хорошим датирующим источником. Вот именно по этим монетам удалось определить, что и после Куликовской битвы на территории в этой местности продолжали всю жизнь, продолжали жить люди. Это золотарзинский зеркало, большой большой поток торговый из, прежде всего, из золотой орды. Ну, если мы с вами берем, это прежде всего, сколько, золотарзинские зеркала, золотарзинская полевная кераника, ну, здесь еще не представлено, это ножи с пластинчатыми рукоятями. Ну, традиционно у славян, у наших с вами предков ножи имели черешковое, так сказать, завершение, когда рукоять насаживалась на нож. Вот в золотой орде из золотой орды привозили ножи, которые имели пластинчатые рукоять, то есть накладные щечки, которые скреплялись специальными штифтами. Если мы возьмем с вами домонгольскую, ну, естественно, таким предметом импорта для Куликового поля являлись цилиндрические замки, хорошо известны в виде ключей, и в виде, так сказать, фрагментов корпусов и деталей и таких замков. Эти замки происходили из ближайших реместоров больших крупных центров, где умели паять, умели заниматься слесарной обработкой таких тонких сложных изделий. Если мы с вами возьмем домонгольскую эпоху, то это, конечно же, крыльцы, инкопионы, вот у нас как бы известны несколько штук, они все киевские работы. Вот, казалось бы, да, ближе всего к нам находится Лязань, лязанское княжество, а большинство предметов, которые находят домонгольскую эпоху, они все импортные происходят у нас из Киева, из киевской, так сказать, школы мастеров. И сами стеклянные образцы, хотя их тоже производили в Лязани, но по составу стекла мы определили, что нам специалисты определили, что стекло это варили в Киеве. То есть, более 750 километров стеклянные браслеты приезжали к нам, приходилось в такое Куликово поле, конечно, это был ценный груз, но тем не менее, крестьяне Куликово поле были зазыщенными ребятами и могли себе позволить для своих женщин такие украшения. Ну, собственно говоря, вот небольшой набор того, что было связано с тем, чем торговали на Куликовом поле приезжие купцы, и, конечно же, ой, давайте я вернусь. Да, забыл отправление вам сказать. Вы знаете, это находка 1984 года. На совершенно пустом квадрате на берегу речки с Непрягвы при раскопках девушка нашла вот эту бляшечку, вот эту, так сказать, копеечную монету. Ну, когда увидели эту бляшечку, эти руки затряслись, девушка получила килограмм арахиса в сахаре, ну, по тем временам. Вот. Вечь достаточно уникальная, поскольку в арталландистских древностях аналогов таких мещах нам неизвестно. На самой олененке сохранились следы голубой эмали. Мы отдали, так сказать, эту эмаль, эту брошь, на анализ в МГУ в лабораторию, так сказать, стеклоделия при кафере археологии МГУ. Там ее, так сказать, прозвонили всякими химическими методами. Казалось, что эти остатки эмали по своему воспитальному составу очень близки, как ни странно, оказалось, к эмалям, которые производились в эмальерном центре в городе Лиможи во Франции в 14 веке. Вот, ни дать, ни взять. Вот, что хотите, то и делайте. Поэтому вот, уж как она попала сюда, на Куликово поле, конечно, ну, может быть, с генуэзцами, может быть, с генуэзцами. Тем не менее, действительно, такая уникальная находка есть. Она сейчас в историческом музее. Вот, но это такой единичный пример, но тем не менее показывает, насколько широка была география тех предметов, которые порой проникали к нам на Куликово поле в ту далекую эпоху. Ну, в целом, подводя итог тому, что я вам сегодня попытался рассказать. Конечно же, хоть две главных ипостаси, которые всю жизнь сопровождали людей на Куликовом поле в 13-14 веках. Это разведчики, поскольку это было пограничье, и очень вероятно, что он действительно, не случайно, Белинодорскую выбрал Куликово поле как место своего битвы, а именно Белинодорскую выбрал место сражения. Нимамай. Наши полководцы выбрали это место, потому что у них были проводники, и проводники, скорее всего, были из местного населения, которые вывели их на то место, которое позволило дальнейшим русским полкам победить. И второй, конечно, первый поселенец. Куликово поле, конечно, Куликово поле это пограничная территория, где кочевая опасность была тем чутким барометром, который, в общем, постоянно смотрели местные люди, поскольку жить хотелось всем, поскольку вот от того, какова была кочевая опасность, близка или далека, и зависела жизнь на Куликовом поле. Как считают археологи, в том числе и историки, жизнь на Куликовом поле постепенно затихает в конце 14-го, начале 15-го века. Основная масса поселений запустевает примерно во второй половине 14-го века. С чем это было связано? Ну, скорее всего, это было связано с великой замятием в Золотой Роде. Поскольку, вы сами помните, в начале шестередов 14-го века центральная ханская власть в Золотой Роде резко ослабевает, начинается чехардах дворцовых переворотов. Поскольку не стало силы центральной власти построено на насилии, все, кому не лень, стали заниматься разбоем, грабежом, и чутко к этим вопросам мирное население Куликово поле, земледельское население Куликово поле, навсегда оставляет эти места, чтобы потом, спустя уже два с половиной века, уже в новом обличии, с новыми людьми, с новым оружием вернуться обратно на эту территорию, чтобы навсегда уже осесть в этих местах и основать те деревни и села, которые мы с вами видим сейчас на Куликовом поле в настоящее время. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok